Зимой особенно актуально сохранять бдительность при пожарах и соблюдать технику безопасности. Ведь всем известно, что пожар легче предупредить, чем потушить. Неутешительную статистику приводят сотрудники пожарной службы. Уже с начала года на территории района произошло 7 пожаров. Автотранспорт, жилой сектор и бани. Основными причинами стала неправильная эксплуатация отопительных и обогревательных приборов. К счастью, обошлось без пострадавших. За прошедший год в районе произошло 280 возгораний. Снизить риски можно. В первую очередь необходимо соблюдать технику безопасности и не оставлять детей без присмотра. В жилых домах специалисты рекомендуют устанавливать пожарные извещатели. В экстренных ситуациях звонить по телефону 112 или 101 в пожарную охрану. Лучше лишний раз сделать ложный вызов, чем потом устранять последствия пожара. Надо смотреть, чтобы целостность электрооборудования всегда не была повреждена. Жители просим не оставлять без присмотра электрооборудования, электрообогреватели. Не допускать детей малолетних, чтобы они игрались с электродлинителями, электроприборами. И не оставлять без присмотра, чтобы не случилось возгорание, в том числе по причине детской шалости. Особую бдительность стоит соблюдать жителям частных домов. Если есть печи, необходимо иметь притопочный лист, если домоходы – ограждающую конструкцию. Основными причинами пожаров в частном секторе имеются неправильная разделка или ее отсутствие вообще, некачественная состыковка составных элементов, образование прогаров. То есть за домоходами надо периодически следить, за котельным оборудованием надо периодически его обслуживать и не допускать его неправильной эксплуатации. Новогодние праздники уже подошли к концу, но использование пиротехнических средств продолжается. Особое внимание нужно обратить на детские шалости. Соблюдение техники безопасности снизит риски неблагоприятных последствий. В Щелковском районе отведены инвеста для запуска таких изделий. Но тем не менее, что даже при применении вне этих мест надо соблюдать элементарные правила. Это обеспечить безопасное расстояние, обязательно прочитать инструкцию по правилам пользования и, конечно, приобретать все-таки сертифицированное изделие. Пренебрежение элементарными правилами безопасности, к сожалению, не редкость. Все случаи специалисты заносят в протокол. Сотрудники пожарной службы говорят, что ходить с напоминаниями, проверками не устанут, если профилактическая беседа поможет спасти хотя бы одну жизнь.